12-й год волгоградская семья Чичеровых ведет борьбу за комфортные условия проживания. Под окнами их квартиры, расположенной на проспекте Ленина в доме номер 16, владелец магазина отстроил вентиляционную пристройку. С тех пор жизнь узницы концлагеря ветерана войны Нины Александровны Чичеровой, ее дочери, матери-одиночки Ольги и двух внучек превратилась в ад. Микроклимат в квартире изменился настолько, что дышать теперь нечем, потому что крыша накаляется летом при 50-ти градусной жаре у нас до 70 градусов. Столб жара стоит на квартире, весь жар идет в квартиру, окна и балкон лежат на крыше. Кроме того, магазин для большего нашего затравливания положил химический профнастил. И вот это теперь, испаряясь на солнце, все химикаты в квартире, то есть практически можно отравиться ими даже. Плюс ко всему шум вибрации, булл стоящий с утра до вечера, иногда и ночью не отключают. С 2005 года в защиту прав семьи Чичеровых выступила городская прокуратура и уполномоченный по правам человека. В суд центрального района города были направлены иски. 8 апреля 2009 года судья выносит решение с требованием к владельцу магазина снести самострой, но уже через месяц тот же суд отменил это решение и разрешил строительство вентиляционной пристройки. Прокурора отстранили, заступил Чуриков. Честное слово мне давал на личном приеме, что по прокурорскому иску они уберут вентиляцию. Вентиляция стоит до сих пор, она работает. Кроме того, у меня у самой исполнительный лист с такой же формулировкой о приведении магазина в соответствии проекту, согласно которому сам магазин согласовал, что все агрегаты вентиляционные будут находиться в подвале магазина на мясовой ответке, но однако нас продолжают избивать, опять все выдружать на нашу квартиру, несмотря на три решения суда, которое обязало их туда опустить и нас же засуживают. Несмотря на решение суда, Ольга Чичерова продолжала препятствовать строительству вентиляционной пристройки под окнами ее квартиры. Она писала письма в надзорные органы, обращалась к президенту, лично мешала строителям проводить работы. 12 июня прошлого года в ее жизни произошла трагедия. Положили меня в больницу, в гастроэнтерологическое отделение. Когда я лежала в этой больнице, судья Алтухов вынес постановление на мой арест. После того, как я вышла из больницы, на основании вот этого преступного постановления судей, полиция без документов на мое задержание, без решения суда взломала мне дверь. Ворвались ко мне в квартиру уже около полуночи. Избили меня, лежачую больную, с гематозным кровотечением и голую, заковав наручники. Тихо, тихо, вкусно. Вытащили меня на улицу, всю окровавленную кровотечением и повезли меня в полицию. Там в полиции женщина, дежурная сотрудница, когда увидела меня в таком состоянии положений, она очень сильно стала кричать на полицейских и говорила, как вы так можете, что вы совсем с ума сошли. У вас же даже нет документов на ее задержание. Я отказываюсь брать на себя ответственность, оставлять ее здесь в таком виде, в таком положении и вообще оформлять ее в полиции. После этого они вызвали скорую помощь и меня отвезли в гинекологическое отделение на комплекс. Там мне провели операцию на матке и кровоостанавливающую терапию тоже провели. После этого на следующий день пришли другие полицейские. Опять же, без предъявления документов забрали меня и увезли и закрыли в СИЗО на полгода. Однажды открылась дверь и ворвалась психбригада. Требовали, чтобы я поехала с ними. Я сказала, что мне психиатр не нужен. Тогда они хватали меня за руки, за ноги, кидали на пол, пытались одеть мне смирительную рубашку. Повезли меня в областную психиатрическую больницу волгоградскую. Вышел психиатр и сказал, поговорил со мной, побеседовал, потом повернулся к ним и в жесткой установке им заявил, что женщина не только в госпитализации, она даже в консультации не нуждается. В сговоре судья вместе с прокуратурой вынесли решение, послали меня в астраханскую психиатрическую больницу. Меня дитя с 11-летнего возраста, который видела, как избивают мать на глазах палками, дубинками, приставы в квартире. Ногами. Как избивают на улице нас. У дитя психика тронулась. Она три раза накладывала на себя руки. Она три раза попадала в психиатрическую больницу. Два раза она попадала в реанимацию, потому что кончалась с собой. Но, слава богу, бог не дал уйти ей туда. В итоге у нее три суицида и четыре курса излечения в психостационаре. Дальше, не знаю каким путем, они еще и уголовку на нее завели. Мою дочь, младшую, несовершеннолетнюю, изнасиловали. Пятеро кавказцев, преступников никто не искал. Кравченко, я ходила к Кравченко лично на прием. Он обещал помочь. Но никто не помог. Преступники до сих пор на свободе. По словам Чичеровых, в окна их квартиры неизвестные стреляли из мелкокалиберного оружия и бросали камни. Строители заливали комнаты водой. Полиция и судебные приставы неоднократно вламывались в квартиру. Семье был нанесен ущерб в размере около 150 тысяч рублей, но никто за это не понес наказание. Крышу-то хотели покрыть, как обычно, но она же сопроводилилась и говорит, зачем вы сейчас накрываете крышу туда-сюда. Ну вот за это не понес. Начальник стройник кидал в нас камни. 6 апреля суд рассмотрел апелляцию Ольги Чичеровой и оставил решение суда в силе. Женщина была осуждена на срок 3 года условно и штраф в размере 30 тысяч рублей. Представители правоохранительных органов, они не вели себя в соответствии с законом. Они вели себя таким образом, что полностью стояли, вне зависимости ни от каких законных положений, на стороне одной стороны, на точке зрения магазина этой фирмы, которая фактически выживала женщину, ее семью из того помещения, которое она занимала. И вся ее борьба за свои права, за достойные условия проживания воспринималась как вообще покушение на основы всего и вся. Задержания проводились, ее задержания проводились с грубейшими нарушениями процессуального права. Я понимаю, что она невыдержанная, она резкая, но, милые мои, такая уж ваша должность. Вы же не должны отвечать грубостью на словесную грубость, а вы отвечаете физической грубостью на словесную грубость. Понимаете, она достала всех своими обращениями. Она же обращается, шлет телеграммы президенту в стихах и в прозе. То есть это была карательная акция? Это по-своему карательная акция, чтобы заткнуть ее рот. Мы, со своей стороны, готовы поддержать заявителя в судебных органах и наставить на том, что данная пристройка, она все-таки наносит вред ее здоровью и угрожает ее жизни. Я надеюсь, суд высшей инстанцией все-таки примет решение в пользу заявителя. И, естественно, что после этого, конечно, требует уже судебных приставов исполнения решения суда, то есть полный демонтаж данных незаконных перестроек. Как оказалось, проблема самостроя коснулась многих жителей домов, расположенных по адресу проспект Ленина, 16 и Олег Героев, 4. По их мнению, самострой не только создает невыносимые условия проживания, но и существенно снижает рыночную стоимость их квартир. Девять сплиток под балконом, стена трясется, стена дрожит, мы делали измерения. Я подавала в суд, деньги сыграли свою роль, сплиты не убраны. Сколько лет уже в судах дело находится по этим пристройкам, и все, и от толку никакого в принципе нет. Пожарная машина несколько раз сюда был пожар, не могла приехать. Семья Чичеровых намерена продолжить борьбу. Ольга Вячеславовна собирается обратиться в областную прокуратуру, к губернатору и президенту страны с просьбой привезти ее дом, который является памятником архитектуры, к первоначальному проектному состоянию. Они тоже не приобщены. А у нас есть?